Глава четвертая А блажение их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа. Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою. Лучше горсть с покоем, нежели пригрышни с трудом и томлением духа. И обратился я, и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и другого нет, ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца. И глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Так же, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Ибо и тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным. Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношею, который займет место того. Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это суета и томление духа. Наблюдай за ногою твоей, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанью, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Продолжение следует...